Во-первых, хочется сказать, что эта война является следствием кармы живых существ. Мы не должны терять милосердие, мы не должны спокойно смотреть на убийства невинных людей, это безусловно. Но невинные они только с внешней стороны, потому что на самом деле всё это является результатом кармы, которая накапливалась очень долго, очень много лет. И это карма убийства животных, огромное количество животных. Никогда в предыдущих эпохах люди не ели столько мяса. Перед Второй мировой войной и перед Первой мировой войной не было столько мясоедов. То есть мясо ели, конечно, но ели в гораздо меньших количествах. И не было такого распространённого детоубийства. То есть убийство детей, аборты – это тоже ещё одна из причин того, что назревала большая война с огромным количеством насилия. То есть невозможно совершать насилие над животными и детьми и ожидать, что война однажды не придёт в твой дом. Это невозможно. Поэтому можете себе представить масштабы предстоящих событий, исходя из того, сколько негативной кармы накопилось. Миллиарды животных ежедневно убиваются ради мяса. Миллионы детей убиваются просто по прихоти их родителей, которые не хотят видеть этих детей своими, так скажем, членами семьи по какой-то своей причине. И, конечно, всё это ведёт к очень страшной трагедии для человечества. В начале 2018 года я записал видео «Крах цивилизации в 2019 году». Всё верно, да. Но я имел в виду декабрь, конец 2019 года. Я там так и говорил. Затмение в конце 2019 года с парадом планет будет началом конца цивилизации в том виде, в котором мы привыкли её видеть. И, конечно, нашлись достаточно недалёкие люди, которые начали писать «Да, упадёт медиарит», там или «Еллоустоновский взорвётся вулкан» или ещё что-то в таком духе. Но на самом деле всё гораздо прозаичнее. И я говорил, что сначала будут эпидемии, которые унесут много жизней, потом будет война. Эпидемия уже случилась, пандемия. И многие, кто меня когда-то забрасывали помидорами, уже молчали, потому что они увидели, как это сбывается. Даже в течение самой пандемии какие-то периоды были, так называемые, волны, когда умирало больше людей и больше паники было в обществе. И это тоже было предсказано с помощью ведической астрологии. Но люди разумные, способны прислушаться к знаниям. Люди же в большинстве своём не хотят видеть реальность такой, какая она есть. Даже в окружении моём, среди людей, которые занимаются ведической астрологией, многие люди не хотят видеть реальность. Они предпочитают думать, что войны нет. Они предпочитают думать, что насилие не происходит. Или что это справедливое насилие, людей наказывать за то, что они кого-то якобы 8 лет бомбили. В конце концов, я никого не оправдываю. И каждый, кто страдает от этой войны, он страдает от неё заслуженно по карме, по закону кармы. Но мы, люди, не должны терять милосердие. Мы должны испытывать сострадание к тем, кто страдает. Мы должны быть на стороне мира, не вставать на сторону агрессора. Есть такая особенность у людей, слабых, морально, что они склонны вставать на сторону агрессора только по той причине, что они чувствуют от него силу. И они встают на сторону сильного для того, чтобы чувствовать себя защищёнными. Потому что им страшно. Страшно противостоять злу. Это можно видеть в небольшой такой модели, когда в школе какой-нибудь задира, самый главный задира, он всегда окружён его прихвостнями, какими-то слабыми морально другими людьми, которые встают на его сторону и издеваются над каким-нибудь, может быть, там, ребёнком, по той или иной причине, ставшим жертвой насилия, они становятся на сторону насильника, потому что чувствуют себя таким образом защищёнными. Но страшная правда в том, что этот главный насильник, он будет также совершать насилие по отношению к тем, кто на его стороне. Потому что его психология такова. Вот вы видели фильм «Гарри Поттер», да? Если вы все части видели, вы знаете, что некоторые соратники даже Волан-де-Морта, в итоге они на самом деле были рады, что наконец-то Волан-де-Морт погиб, потому что они терпели унижение и насилие сами с его стороны. Такова природа насилия. Насилие всегда порождает насилие. И насильник всегда остаётся насильником. И даже несмотря на то, что он обвиняет жертву в том, что он насильник. Конечно, для жертвы это тоже определённая карма. Просто так жертвами насилия не становятся. Но это не оправдывает насильника, понимаете? И нельзя, например, преступлением другого человека оправдать своё преступление. Нельзя военными преступлениями США в прошлом оправдывать свои собственные военные преступления. Это как минимум неправильно. То есть человек должен поступать этично в любой ситуации. Конечно, я не оправдываю США. США вели позорные войны. Это была война в Ираке, которая была начата по надуманному, неправильному вообще предлогу. Но она, слава богу, не привела к какому-то мировому коллапсу. Также была видна война во Вьетнаме. И американцам, многим сознательным американцам до сих пор стыдно за эти войны. Поэтому они хорошо понимают русских и выражают им сочувствие, сопереживание. Знаете, где еще хорошо старшее поколение понимает русских сейчас? В Германии. Потому что в Германии старшее поколение знает, каково это испытывать стыд за свою собственную агрессию, агрессию своей собственной страны и эту разрушительную фашистскую идеологию. К сожалению, у победителей часто развивается комплекс победителя. Они думают, что они в любом случае на правильной стороне. И такая идея есть также у Путина в голове. Давайте посмотрим на его гороскоп. Я давным-давно разбирал его гороскоп еще в 2017 году. И подробно говорил, кто это такой, что это за личность и к чему он приведет страну. Многие меня кидались помидорами, многие сейчас считают, что он великий геополитик и геостротек. Но правда она другая. И правда заключается в том, что сожженный Сатурн влагни этого гороскопа, очень близкий к Солнцу, соединяясь с сильным Меркурием, но Меркурий становится Малефиком. То есть неблагоприятной планетой таким образом. И этот сожженный Сатурн, как управитель шестого дома, дома врагов, болезней, долгов, означает сильный страх. То есть Путин им руководит страх. И не зря он строит эти огромные подземные бункеры, в которых он живет. Нет смысла это отрицать, все это уже знают. И он руководствуется страхом. И более того, как управитель шестого дома, Сатурн здесь несет болезни в первый дом. То есть это болезни головы и мозга. Также отмечается в писаниях, что может быть болезнь лица человека при таком положении. Поэтому вполне вероятно, я слышал такие соображения, что у этого человека болезнь мозга. У него, возможно, рак мозга. И также стоит отметить, что у него Луна находится в Накшатре под названием Критика. Критика – это Накшатра, символом которого является оружие, в том числе холодное оружие. И вообще любой тип насилия связан с критикой. И в том случае, когда человек склонен к проявлению ниши-гун, то такой человек становится хладнокровным убийцей в Накшатре Критика. В противоположной стороне, если у человека триконы, например, связаны с бенефиками, благоприятными планетами, тогда человек в Накшатре Критика, наоборот, становится духовным воином. Он также решительно отвергает, обрубает привязанности. Но в данном случае мы видим, что триконы в этой карте, дхарма-триконы, поражены малефиками. Все, все три, вы редко встретите такой гороскоп. Это только очень неблагочестивых людей может быть. Смотрите, Солнце, Сатурн и Меркурий, соединенные Солнцем и Сатурном. Это три малефика, они влагни. Раху в пятом доме, это тоже малефик. Управитель пятого дома, конечно, связан с первым домом. Какую-то удачу это приносит ему. Но эта удача становится его проклятием, потому что Сатурн сожжен. И луна в экзальтации, вроде бы в знаке Тельца, прекрасный знак для луны, не правда ли? Ну да, если он, конечно, в Накшатре Рохини. Но в данном случае луна убывающая. Поэтому это тоже малефик. И то, что все триконы заняты малефиками, и все эти триконы также имеют аспект Раху, это указывает на неблагочестивые намерения в жизни человека. И то, что этого человека ждет возможная смерть в тюрьме или подземелье. Говорится, в темном месте в каком-то человек сгинет. Марс здесь, конечно, связан с притюбхагой в четвертом доме. То есть это тоже то, что называется Куджа Доша. Человек пыльчивый, агрессивный. И смотрите, 19 ноября 2021 года совсем недавно произошло затмение в Накшатре Критика. Это было лунное затмение, которое произошло на натальной луне Путина. Представьте себе, что этот человек два года до этого сидел в темном подземелье, в бункере. Ну не в темном, конечно, там светло, я уверен, но это подземелье. Это все равно мир духов, близкий к адским планетам. Он жил в подземелье, боясь коронавируса, не подпускал к себе никого ближе, чем на 20 метров. И вы это можете видеть. Все его встречи, все его заседания. Люди находятся на максимально отдаленном расстоянии от него. К нему имели доступ только несколько, скорее всего, военных чинов, которым было не лень сидеть на карантине две недели, прежде чем с ним встретиться. Даже последняя пресс-конференция, где там какие-то женщины, стюардессы или кто-то сидят рядом с ним, вдруг оказывается, что это все на зеленом экране было снято. Нет никаких женщин рядом с ним. Ее снимали все на какой-то парковке в бункере просто под землей. И там это видно по отражению в чайнике на столе. Он там машет рукой, и рука у него сквозь микрофон проходит. Это значит, что этот микрофон просто нарисован на фоне. Это не настоящий микрофон. То есть, на самом деле, он до сих пор боится подпускать к себе людей. И этот человек руководствуется страхами. И он думает, что спрятавшись так под землей, он может себя обезопасить. Когда Раху двигается по Луне, человек может спятить, если у него к этому есть предрасположенность. И он сошел с ума. Произошло затмение на Натальной Луне, и он просто сошел с ума. Этот человек неадекватен, и начало войны в Украине показывает нам его неадекватность. Он не мог предугадать даже элементарных последствий войны, что будут введены жесткие санкции. Он думал, что все у него прямо как надо. Его генералы врали ему, наверное. Наверное, врали, потому что он верил, что у него сильная, могучая армия, которая за три дня возьмет Киев. В результате наземную операцию он проигрывает. То есть, наземные войска, они разбиты, они демотивированы. Солдаты, они не знают, что они... Они не знали, куда они идут вообще. Они не знали, что они идут умирать. Это ужасная война. И что останется Путина? Применять оружие массового поражения, потому что поражение в войне он признать не готов, не способен. Про это мы поговорим. Обратите внимание, по периодам Сатурн, Юпитер, Солнце начинается в мае 22-го года и заканчивается в июле. Вот здесь вы видите. Сатурн, Юпитер, Венера. Сатурн, Юпитер, Венера. Венера у него связана с восьмым домом. По-моему, в Навамше. Я сейчас не помню Навамше, но это не суть важно. Сатурн, Юпитер, Венера. Так вот, Солнце. Солнце здесь в Лагне, как управитель 12-го дома. Юпитер здесь в доме смерти, в восьмом доме. Сейчас у него опасность смерти. Это жизнь такая опасная. И Сатурн, мы знаем, здесь управляет шестым домом и попадает в Лагну. То есть, смерть может наступить в ближайшее время. И смерть может быть от врагов тоже так же, потому что это управитель 6-го дома, Сатурн. Я не желаю никому смерти. И даже Путину не желаю смерти. Я считаю, что все произойдет тогда, когда должно произойти. И просто я вижу, что период у него очень неблагоприятный. Вот меня спрашивает Анна. Говорят, что в Кремле есть свои астрологи. Как вы думаете, они есть? Да, но это западные астрологи. Они дают ошибочную информацию, ошибочные данные. Я предсказывал еще, когда только Путин победил в последних выборах в 2018 году. Я предсказывал, что он не досидит до конца своего срока. То есть, до 2024 года он не досидит. Он уйдет в тот мир или в суд, в тюрьму. То есть, это уже вопрос деталей. И когда была инаугурация президента, последняя, флаг Российской Федерации не поднялся. То есть, что-то застряло, и флаг не поднялся. Это не мита. Это знак того, что впереди крах империи. Когда принимали новую конституцию, я сделал видео, где я рассказывал про то, какая дурная мухурта была выбрана на принятие конституции. То есть, даже западные астрологи, я смотрел видео, аналитику, даже западные астрологи говорили, очень плохая мухурта, эта конституция не доведет до добра. И действительно, вы видите, что происходит. У меня также было видео, где я говорил, что будет создаваться государство по модели Советского Союза. Советский Союз 2.0, только без огромной промышленности, которая была тогда. То есть, это будет гораздо более бедное государство, закрытое под железным занавесом, с суверенным интернетом, в постоянной войне с Западом. Смешно, да, западные астрологи, так вот откуда это пресловутое влияние Запада.